Отопительная тема представлена в этом году двумя новинками. Это печь Батыр. Отопительная печь, которой можно пользоваться также еще как печью под казан. Печь это длительного горения. И печь, он же котел, ТОП АКВА. Сейчас давайте про Батыр подробнее рассмотрим его. Большая, очень варочная поверхность. Сюда можно устанавливать казаны объемом до 12 литров. И чтобы самый большой казан 12 литровый сюда вошел, предусмотрели вот такую съемную пластину. Это пламяотбойник, который в обычном режиме работает как пламяотбойник. Его можно в режиме, когда используется печь как печь для приготовления блюд в казане, можно будет убрать и пламя будет целиком со всех сторон омывать казан. Это печь длительного горения. Можно будет ее топить в течение нескольких часов. Для регулировки подачи воздуха на дверце есть вот такая вот створочка. Ну а также подачу воздуха можно регулировать еще и открытием ящика зольника. Зольник очень большой. Кстати, печку эту можно топить еще и углем. Для этого предусмотрен большой широкий колосник. Но для того, чтобы можно было ее топить углем, лучше докупить отдельно комплект, который поставляется отдельно. В комплекте такая вот кочережка, которой, кстати, удобно будет снимать вот эту пластину. Пламяотбойник. Ну и во внешнем оформлении используются такие декоративные элементы, которые явно будут уместно смотреться в жилищах монгольских кочевников. Печь ТОП АКВА. Расширение хорошо знакомой линейки печей ТОП компании Теплодар. Трубный теплообменник. Используется для выхода горячего воздуха. Название АКВА появилось не случайно. Это печь, по сути, полноценный отопительный котел, который встраивается в водяной контур любой отопительной системы. В данном случае, я думаю, такой простенькой отопительной системы частного дома. У многих компаний были попытки превратить печу с подобной конструкцией в отопительный котел. Но только у Теплодара, мне кажется, удалось максимально приблизиться к реализации, к качественной реализации этой идеи. И здесь им удалось сделать полноценный теплообменник емкостью 23 литра. Представлен он в виде первого ряда труб. Вот этот первый ряд труб отвечает за нагрев теплоносителя в системе. А вот второй ряд труб, который ближе к стенкам печи, отвечает уже за нагрев помещения. Печь АКВА рассчитана на объем помещения до 150 кубических метров и 20% ее мощности уходит на конвекционный нагрев помещения, в котором она установлена. Все остальное отапливается с помощью теплоносителя, который циркулирует ее водяной рубашке. На тыльной стороне верхней части есть выход для горячего теплоносителя, а вот в нижней части применена та схема, которая нам знакома уже по отопительным котлам Купер, производство Теплодар. Внизу установлен вот такой вот короб. С левой и с правой стороны есть выход для подключения обратки. С другой стороны стоит заглушка, и вместо этой заглушки также можно будет установить электрический тен. Так что, это, пожалуй, волк в овечьей шкуре. Продолжение следует...